В третий год в посёлке Совхоз имени Ленина проходит яркий семейный праздник парад колясок. С каждым годом увеличивается число участников, а их фантазия в оформлении колясок просто поражают. Над паровозиком из Ромашкова трудились сей семьёй. Но наибольшую лепту внёс дядя капитана экипажа Алексей Резник. Пять баллонов краски, две недели работы, забросили свою работу. Ничего ради них, ради маленьких. Михаилу Отважному два с половиной месяца. Он мирно посапывает в коляске, ожидая начала праздничного шествия. Родители подошли к оформлению с практической точки зрения. Коляска отлично вписалась в форму корабля. Работали над ним неделю. Выкладываешь ребёнка и начинаешь заниматься. Корабль, можно сказать, красивется ночью, в темноте. Более-менее получился. Тут же ещё одна коляска, оформленная в военной тематике. Год-то юбилейный, Великая Победа, 70 лет. Поэтому долго мы не выбирали тему. Мы решили, что нужно повторить 9 мая сегодняшний днём. Мультяшные герои и сказочные персонажи – стиляги, овощная грядка, царица полей кукуруза. Жюри оценивает не только дизайн транспортного средства, но и визитную карточку. Семья Ремезовых подошла к делу ответственно. Боевой пиратский корабль «Морское чудище» получился на славу. А для выхода была написана целая поэма и песня. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Их выступление заслужило симпатию зрителей. А настоящий фурор произвёл выход экипажа маленькой Кристины Губановой, которая исполнила роль обезьянки с острова Чунга-Чанга. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ